Здесь столько вот интересного. Тут вот про войну пишу, про оккупацию. Война для Николая Пантелевича Фоменко началась, когда ему исполнилось 15. Одним воскресным днём он вместе с мальчишками играл на улице. Внезапно стало тихо. Женщины стояли у радиоприёмника и плакали. Это был июнь 41-го. А через год немцы начали бомбить Острогорск, город Воронежской области, где родился и жил Николай Фоменко. В ту ночь, признаётся ветеран войны, его спас ангел-хранитель. Меня подбросило, об землю ударило, я, наверное, несколько секунд потерял сознание, контузило немножко. Ну, что заметили, интересно, необычно. Там, где я прижался к стенке, стена ни одного осколка нет. Вот ей и лежал этот, вот такой круг, вся стена об осколках, каждый сантиметр выбит. Ну, она в 20 метрах бомба взорвалась. 16 лет он вступил в истребительный батальон. Через 10 месяцев был признан в Красную армию. Его направили на Дальний Восток. В августе 45-го, будучи связистом, участвовал в боевых действиях по освобождению от японских захватчиков в Маньчжурии. Трижды был ранен. В армии прослужил 7 лет. Мы дали за победу над Японией и Германией орден Отечественной войны в той же степени и орден Знак Почета. Больше всего Николай Пантелевич гордится тем, что он сделал для Самарской области. Впервые в Куйбышев он попал в 1957 году, чтобы организовать телевещание. 16 лет возглавлял созданную им первую в стране независимую телекомпанию «СКАД». Чтобы сделать телевидение доступнее, построил 4 мощных ретранслятора в Сызране, Большой Глушице, Жигулевске и Сергеевске. На это ушло 23 года. В 2000-м ему присвоили звание почетного гражданина Самары. В свободное время активно пишет книги и статьи. Из-под пера уже вышло 4 книги о своей жизни и вкладе в телевидение. Он хороший, добрый, отзывчивый, спокойный. Очень пишет. Я его книги читала. Так он очень хороший, очень добрый человек. Сейчас Николаю Пантелеевичу 92, и он возглавляет общественный совет областной акции «Благородство». Говорит, что уже хочет отдохнуть, чтобы больше времени проводить с семьей. Внуки и правнуки часто приходят в гости, чтобы навестить дедушку и поиграть с ним в шахматы. Даниил Лычко, Дмитрий Мешканцов. События. Даниил Лычко, Дмитрий Мешканцов.